Музыка 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 Птичка показывает нам, что рукавчик у нас на передней половиночке. Вот эта передняя половиночка перед нами. Маленький треугольничек вырезан спереди всегда. То же самое подчищаем вот этот срез, так как он у нас не менялся на этом рукавчике. Просто убираем вот этот мусор. Птичка с этой стороны. Значит это передняя половинка. Значит вот это левый рукав. Здесь раскладываем все вот таким образом. Укладываем правый рукав на левый. Правый рукав укладываем на левый. И низ аккуратненько обращаем внимание вот на эту линию. Аккуратненько вот этот низ весь подровняли. Все срезики уравняли друг с другом. Можно вот это место сколоть, чтобы отрезать одинаково. И посмотрите, вот перед нами здесь птичка была. Передняя половинка рукава, значит это передний локтевой перекат. Да. А на спинке это задний локтевой перекат. И передний локтевой перекат всегда должен быть капельку покороче, чем задний локтевой перекат. И мы рисуем следующим образом. Потому что у нас этот рукавчик будет на манжетике. Перпендикуляр сначала здесь. Перпендикуляр сначала здесь. И потом мы их дружим. Делаем вот такой вот переход. Я конечно отрезаю это сразу. Но для того, чтобы вам было понятно, я показываю вот эту схемку. И опять, прежде чем пришить сюда манжетик, мы аккуратненько почистили линию низа. Поэтому оформлять вот эти волны по линии низа нам совсем не нужно. Повторяю, передний локтевой перекат на сантиметрика полтора покороче, чем задний. Все, осноровка рукавчиков закончена. Ну вот, я показываю осноровку в закрытую пройму. Мы с Людочкой шьем платье. Давай, Людочка, сюда. Показывай. Значит, белая ниточка, это спинка у нас, она обозначает то место, где нам нужно пришивать рукавчик. Мы уточнили это на примерке. Затем мы вот так вот отодвигаемся. Мы провели одну линию по белой ниточке. Отодвинулись на полтора сантиметра, оставили припуск на обработку данного участка. И провели вторую линию. По второй линии будем все отрезать. Показываем переднюю половинку. Передняя половинка уже у нас отрисована. И выглядит вот таким вот образом. Значит, мы сначала по белой ниточке отрисовали пройму, куда пришивать будем. Отодвинулись на полтора сантиметра и нарисовали вторую линию. Потом нам нужно проверить переходы. Вот эти стыки раскладываем вот так между собой. Мне нужно, чтобы вот эта ниточка, вот эта линия переходила друг друга плавно. И, конечно, почистить вот это. Я бы положила на ладошку и все отрезала. Но так как это учебный вариант, Людочка у меня пришла учиться, я показываю в мельчайших вот этих подробностях. И думаю, что вам тоже это будет понятно. Еще разочек переход нарисовали вот здесь. И вот здесь. И вот самое интересное будет дальше. Смотрите, одеваем на ладошку вот эту пройму. И по второй линии аккуратненько начинаем все подрезать. Уходят вот эти вот всякие ниточки, какие-то припуски неудобные. Сложно у нас ткань, конечно, для работы. Штапель хоть это, но он вот такой вот мягкий, подвижный, форму не держит. Но как бы там ни было, мы все равно потихонечку с ним вот так справляемся. С перерывами. Так, вот так вот. И мы подрезаем по второй линии всю пройму. Это называется осноровка лифа в закрытую пройму, когда плечевые шовчики у нас сшиты. Есть еще у нас осноровка в открытую пройму. Вот посмотрите, что получилось. Вот получилась, собственно, вот такая вот чистенькая линия здесь, да? Уже никакого мусора, подмышками нет, в плечевом шве нет. Точно так же перед этим мы осноровили горловинку. Вот у нас горловинка осноровлена. Уже все здесь подрезано. И точно так же мы осноровили линию низа. Тоже в прошлый раз. И сейчас у нас начинается этап, который называется подрезка мелких деталей. Продолжение следует.